С наступлением сумерек античный театр музея-заповедника Херсонес Таврический превратился в настоящую машину времени. Сотни горожан, как и тысячи лет назад, устремили свой взор на сцену, где началось красочное театральное представление. Иммерсивное шоу с участием античных богов открыло главную площадку всероссийской акции «Ночь музеев Севастополе». По словам организаторов, в этом году «Ночь музеев» стала особенной. Впервые вообще в Севастополе «Ночь музеев» принимают участие все ключевые организации, все ключевые музеи. Сегодня действительно такой, я думаю, культурный праздник для севастопольцев, для гостей. Много площадок, много музеев. Мы все объединились, независимо от того, что у нас есть большое количество музеев федерального уровня. Мы все объединились и сегодня вот такая, я бы назвал, праздничная культурная ночь для жителей города. В этом году в так полюбившейся севастопольцам акции «Ночь музеев» приняли участие семь учреждений культуры нашего города. Каждая из них приготовила свою уникальную программу. Помимо стандартной экспозиции, посвященной основанию и развитию севастопольской крепости, а также истории двух героических оборон, Военно-исторический музей Черноморского флота организовал выставку с уникальными раритетными экспонатами из закрытого фонда музея. Ну, прежде всего, вот я хочу вам представить знаменитую и, с другой стороны, малоизвестную саблю Потемкина Григория Исаныча, которую он получил лично из рук Екатерины II на первую годовщину очередной Крымско-Турецкой войны, которую Россия победила. Редкие экспонаты и увлекательный рассказ экскурсоводов никого не оставили равнодушным. Пошли в музей Черноморского флота, потому что были всегда рядом, но первый раз действительно здесь на экскурсии. Экскурсия достаточно интересная, очень интересно рассказывают экскурсоводы. Очень много экспонатов, которых, да, действительно хотелось бы посмотреть и изучить. Прям очень интересно. Нам очень нравятся очень интересные экспонаты, очень точно интересная информация. А тебе что понравилось? Ну, мне понравились всякие корабли. Я обожаю рассматривать мачты. Потому что в них такие мелкие детали, и они очень интересны для меня. Основная развлекательная и культурная программа в рамках всероссийской акции «Ночь музеев» проходила в музее-заповеднике Херсонес Таврический. «Ночь музеев» все-таки проходит под эгидой больше, чем музей. Поэтому сегодня наши гости увидят и шоу-программы. Это прекрасная классическая музыка, греческая музыка. Это и бальные танцы, и уникальная хореография, и различные постановки театрализованные. Одним словом, скучать сегодня не придется. Будет работать порядка восьми локаций. И мы готовы всю ночь до трех часов утра работать для наших гостей, для севастопольцев и для гостей города. Для гостей были открыты двери в основные выставочные залы музея-заповедника. Из-за введенных ограничений по количеству посетителей на входе образовались длинные очереди. Однако это не помешало атмосфере праздника. Я под впечатлением. Мне все понравилось в первый раз. Так что я в восторге. Мы сейчас в очередь куда? В музей стоим. Посмотреть выставку. Впечатления просто замечательные. Очень благодарны за то, что есть возможность посетить прекрасное место Херсонес. Мы просто в восторге. Спасибо огромное. От души очень благодарим. Многие посетители специально приехали в Севастополь, чтобы принять участие в акции «Ночь музеев». Руины уникального музея-заповедника под открытым небом привносили свой неповторимый антураж. Прямо атмосфера такая чудесная. Мы вообще здесь в первый раз. И в первый раз в Севастополе. И сегодня только прилетели. И вот так вот сразу попали. Узнала только час назад. Быстренько собралась, пришла. Зашла в самом начале. Прошла по деревянному настилу. Впечатление просто шикарное. Попала как будто в какой-то другой век, честно говоря. Завершилась всероссийская акция «Ночь музеев в Севастополе» на Константиновской батарее. Николай Кузнецов, Дмитрий Фомин. Севенфорумбюро.